то женщины скрывают свои измены лучше, чем это делают мужчины. И есть исследования немецкие, что там, где женщины в социокультурном контексте, то есть когда их, когда, да, вот, я думаю, что мы до сих пор ощущаем эту историю, изменивший мужчина, он такой вот в общественном сознании человек с высоким либидо, и полугерой, или вообще герой, и вообще молодец мужик, да, то есть если это женщина, она, к сожалению, получит крайне негативные характеристики. И вот в социокультурном контексте, где этот шейминг, так называемый, да, пропадает, женщины довольно быстро сравнивают счет с мужчинами. Шейминг — это стыжение. Стыжение, то есть вот это, да, страх, да, пойти, так сказать, на какой-то поступок, потому что последствия для тебя потом, да, гораздо тяжелее, чем, скажем, для твоего, для другого человека, который при этом противоположного пола. Да, вот этот шейминг. И женщины лучше скрывают, женщины более осторожны. И когда мы говорим о том, что женщины меньше изменяют, очень часто это разница про то, что, да, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, потому что риски гораздо выше, потом скрываются гораздо лучше. И женщины, опять есть исследование, что они, да, на самом деле гораздо чаще совершают то, что называют эмоциональной изменой, они гораздо чаще уходят в фантазирование о другом партнёре. То есть, наверное, из этого можно сделать вывод, что где-то всё примерно одинаково. Просто разные условия диктуют разные правила игры. Вот, и как я уже сказала, да, и немецкие исследования о том, что где нет вот этого стыжения, там женщины сравнивают быстрый счёт. Но ещё это вопросы контрацепции и безопасности, особенно в нашем российском контексте. Да, то есть для мужчины, которые ищут каких-то отношений, риски напороться на насилие гораздо ниже, чем для женщины, к сожалению. Это тоже диктует какую-то свою реальность. Для мужчин гораздо более характерна так называемая измена, которая вот компульсивная. То есть вот, да, алкоголь, наркотические вещества, случайная ситуация, проституция, то есть вот такого рода вещи, они опять у нас в обществе, да, мужчинам более простительны. То есть и проще добраться, сказать, до будущего мужчины, добраться проще до всего этого. Вот, поэтому это гораздо чаще именно мужская история, нежели женская. А термин компульсивная в данном контексте вы поясните? Она такая как бы случайная, непланируемая. Вот возник в ней вдруг импульс, да, и я не смог ему противиться. Ну, опять... Такая импульсивная. Компульсивная, импульсивная, да. Она импульсивная, компульсивная её называют, потому что это компульсия, то есть импульс, которому я не могу противиться. Ну, как срыв такой. Как срыв, да. Потому что даже когда люди объясняют, что случилось, они вот как-то вот ставят в себя такой пассивный модус и говорят, что, ну, что я мог с этим сделать. Вот, может быть, ещё из этого ряда такая наша интересная специфика, именно российская, это сейчас уже, не знаю, да, ну, вот эти лихие 90-е, если вспоминать, и вот эти вот такая гендерная мужская история, социализация и заключение каких-то договоров и контрактов в каких-то саунах, банях, вот. И тогда были истории, когда приходили пары, да, которые ругались, потому что муж изменил жене, вот, и муж был в положении, ну, что нельзя было потерять мужское лицо в общей компании мужчин, потому что, да, от этого зависел деловый контракт или ещё что-то. То есть, и вот это тоже такая интересная вот разница гендерная и наша особенность ещё специфика российская. То есть, в остальном, я думаю, что мужчина и женщина изменяют примерно по одним и тем же мотивам. И среди них, наверное, лидирует вот эта романтическая история, когда, говорит, это очень верно кто-то заметил, что человек изменяет не для того, чтобы поменять себе партнер, а чтобы пережить другого себя. То есть, я не знаю, да, вот я здесь, не знаю, приличный человек, семьянин, с детьми, работой, и вдруг у меня такое яркое… Другой роли немного. Да, и я совершенно другой роли, у меня такое яркое приключение, да, я чей-то герой-любовник. То есть, это такое бегство, да, из той повседневности, которая есть, в некоторую альтернативную, вроде бы, как реальность такую, интимность. Это, наверное, самый распространённый мотив, он же и самый такой потенциально опасный для отношений актуальных, потому что это может затянуть. Кроме этого, есть интересное такое явление, и оно больше чуть-чуть свойственно женщинам, да, как измена тревоги и проверка. То есть, ну, нужно получить некое сексуальное подтверждение, собственно, и какой-то, да, вот, всё ещё там сохраняющейся красоте, исключительности ещё чему-то, какому-то вот, какой-то своей котировке на брачном рынке. То есть тревога, она, да, ведёт к тому, что нередко это интересный парадокс, что в отношениях это нередко ведёт к тому, что у тревожных людей чаще они инициируют сексуальное взаимодействие, но они же, если партнёра нет рядом, чаще инициируют измену от тревоги, от того, что как бы партнёр сейчас не был доступен, не было вот этого надёжного плеча. Вот, а также есть измена, да, наоборот, которая вот как бы держать дистанцию, и какой-то край её, это вообще порвать дистанцию, то есть такой поднос подсунуть, чтобы уж точно... Это, может быть, про то, что у нас в обществе, в общем-то, нет культуры хорошего расставания, вообще нет. То есть у нас люди какие-то умеют уже, вроде бы появилась эта тема, но в общем целом, надо сказать... Не обучены. Мы не обучены, мы из каждого утюга знаем, как два романтических партнёра встречаются, это мы знаем, да, как это вот чёртики, химия, они, значит, на фоне прекрасного заката бегут друг к другу навстречу, это мы в курсе. А как вот красиво и хорошо уйти... Ну, они, видимо, умирают в один день. Да, видимо, там... Не нужно это. Да-да-да, там просто не доходит до этого. Вот, а здесь... И поэтому люди нередко, да, либо вот исчезают, это большая трагедия в разводах, потому что мужчины, да, не выдерживающие своих эмоций, эмоции партнёрши, наша история чаще, что это мужчины, хотя женщины тоже бывают на месте, вообще оставляют детей, общение с детьми, потому что вот... не потому что совершенно, да, вот такие нехорошие люди, а вот они искренне считают, я с этим всё время сталкиваюсь, что зачем ребёнку раны бередить? Вот я прихожу, он плачет. Я не буду приходить, он не плачет. Такая логика. То же самое, да, мы не умеем выдерживать вот эмоции человека в нас разочарованного, недовольного, гневного. И поэтому очень часто и реакция на измену из Сирии, да, ну, что ты кричишь, что такого, я же мужчина, хотя не всегда я там за этим, именно этот текст. Ну, вот и в целом это складывается опять, да, в том, что вот разницу между мужчинами и женщинами. Музыка